Вы готовы узнать новое о самом дорогом в жизни, о здоровье? Тогда здравствуйте! Я Елена Туманова и в эфире Азбука Здоровья. Сегодня в программе. Знакомьтесь, доктор Татьяна Дергунова. Более 30 лет в медицине и 2,5 месяца в красной зоне. За борьбу с ковидом награждена Орденом Пирогова. Только в Медгарде. Электронейромиография. Информативный метод диагностики патологии периферической нервной системы. Перегрелись. Как защитить себя и близких от июльской жары? Орден Пирогова – самая новая государственная награда за заслуги в здравоохранении. Утверждена она в июне этого года. И в Тольятти уже есть человек, кто удостоен этой высокой чести. Знакомьтесь с Татьяной Дергунова, заведующей терапевтическим отделением городской больницы номер 4. Татьяна Семеновна, здравствуйте! Я благодарю вас за то, что вы согласились на встречу с нами. И в первую очередь, позволите поздравить вас с такой высокой наградой. Спасибо за поздравление. Я, конечно, еще и не поняла, не потрогав, наверное, орден, что я действительно получила этот орден. Конечно, это большая заслуга. То есть вам его еще не вручили? Вам только объявили о том, что вы являетесь награжденной? Да. А еще неизвестно, когда будет и где награждение. Ну, я так думаю, что, наверное, когда закончится ковид. Расскажите, пожалуйста, когда 4-я больница вместе с Медгородком переспециализировалась под ковид-госпиталь, как вы были настроены? Ну, мы с 8 мая работаем как ковидный госпиталь. А решение принято о переходе на ковидный госпиталь 1 мая. Была внеочередная планерка в 19.00, где нам объявили выписать всю больницу и подготовиться к приему ковидных больных. В принципе, мы были готовы, потому что работа с пневмониями – это наша постоянная работа. Тем более, мы еще уже в апреле начали принимать пневмонии со всего города. И у тех, у которых подтверждался ковид, мы перенаправляли их в пятую больницу. Поэтому это как-то не было неожиданностью. Ну, а как изменился режим работы в больнице в связи с переходом на ковид-госпиталь? Ну, все отделения были сделаны по 40 коек. Изначально наше отделение 70-коечное, и весь штат выстроился под 40-коечное отделение. Средства индивидуальной защиты? Средства индивидуальной защиты, да. Но мы и начали уже работать до 8 мая в средствах индивидуальной защиты. Только они были более удобнее. Облегченный вариант был, да. Ну, а с 8 мая мы одели космические костюмы и пошли в красную зону. И до сих пор вы работаете? И до сих пор мы работаем, да, так. В таком режиме. Мы, конечно, смотрим репортажи с центральных каналов. Мы видим вот эту пресловутую страшную красную зону, за которой начинается что-то необычное. Вот что же там такого? Татьяна Семеновна, расскажите нам. Ну, в красной зоне я бы не сказала, что там необычно. Там обычная работа, обычные больные. Единственное, что они не видят наших лиц. Мы перед ними все одинаковые. Поэтому мы, конечно, стараемся какие-то рисовать... Отличительные знаки? Да, да. Вешать бирочки, чтобы человек видел. Потому что мы все одинаковые ходим. А работа... Ну, если костюм, значит отсутствие воды. Это самое главное. То есть вы не пьете воду? Ну, а как? Мы же работаем в респираторах. Мы же не имеем права его снять. Поэтому мы утром заходим, вечером выходим. Чаще всего где-то мы шесть часов бываем. А потом мы выходим на смену костюма. Тогда уже можно и попить, поесть. Ну, давайте сейчас мы оставим тему ковида и вернемся все-таки вот к вам. Ведь такую награду не просто так дают. Давайте с самого начала. Татьяна Семеновна, когда вы поняли, что вы будете работать в медицине? Ну, это было еще в школе. Я поставила перед собой задачу пойти в медицинский институт. Мне не верили, что я это сделаю. Поэтому мне надо было доказать себе и всем, что я смогу поступить в институт и смогу быть доктором. Как продолжила? Я поступила в институт, правда, со второго раза. В 89-м я закончила институт. Проходила я интернатуру на базе больницы Баныкина. И с 90-го года я работаю в этой больнице. Ваша специализация – терапия. Терапия, да. Татьяна Семеновна, расскажите, пожалуйста, что такое терапия? Ну, терапия – это весь организм человека. Это все. Потому что зачастую в терапию поступают больные. В течение двух-трех дней проходит диагноз, и мы дальше уже направляем больных по профилю. Конечно, кого-то в хирургию, кого-то в неврологию, кого-то в кардиологию, кого-то в рематологию. Что самое сложное в работе врача-терапевта? Вы понимаете, когда уже столько лет проработаешь, мне кажется, ничего. То есть сейчас, когда поступает к вам больной, вы уже с первого, можно сказать, взгляда знаете, что будет дальше и что нужно с ним делать? Ну, по большому счету, да. Даже когда держуешь в приемном покое, когда больного привозят, и уже даже по походке его уже видишь и предсказываешь, положу я его или не положу. Больной он на самом деле, который требует стандартного лечения, или можно его отправить на этап амбулаторного лечения. Ваша семья как-то связана дальше с медициной, или вы единственная представитель? Нет, у меня дочь тоже доктор. Она первый год работает неврологом, да. Она в восьмом классе приняла это решение, сказала, я буду сдавать уже в девятом классе химию и биологию, потому что я пойду в медицинский институт. Конечно, я ее отговаривала. Честно говоря, я не хотела, чтобы она шла в медицину. Почему? Потому что это трудно. Это трудно. Она даже когда была маленькой, она обижалась на меня. Она говорит, мама, ты больных своих больше любишь. Ты им все пишешь, 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 а со мной играешь мало. И когда она приняла это решение, я ее спросила, они спросят ли твои дети, что ты им меньше времени будешь уделять. Моя улыбнулась и сказала, ну что ж теперь, это моя работа. Сколько человек работает рядом с вами в вашем отделении? В отделении? Ну, работают два врача, старшая медсестра и девять медсестер. Достаточно кадров? Это полный комплект? Да, это полный комплект. Потому что все было посчитано на количество больных. Если говорить о том, что самое начало пандемии, у всех, как, наверное, и у простых жителей, так и у медиков, было какое-то чувство паники. Было. Изменилось ли это сейчас? Изменилось. Ну, расскажите. Изменилось, конечно. Когда мы начали работать на ковид, мы зачастую не понимали, что с больными творится. Потому что выходные уходишь, они хорошие, через два дня приходишь, они тяжелеют. Вот. И действительно была какая-то паника. А теперь мы уже знаем, на какой день им становится хуже. И предпринимаем, естественно, меры. Поэтому сейчас работать в этом плане проще. Татьяна Семеновна, 30 лет медицинского стажа достаточно большой срок. Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, которую сейчас мы переживаем? Нет. Такой первый раз. Есть такие больные или такие случаи медицинские, которые вам запомнились на долгие-долгие годы? Вы знаете, вот в прошлом году, во время дежурства, мне пришлось принимать роды. Терапевту. Терапевту. Вот это было потрясение, наверное, больше, чем сам ковид. Ну, всё благополучно. Всё благополучно. Мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик. Бен и дигноситур, бен и куратор. Хорошо распознаётся, хорошо вылечивается, говорили древние. В борьбе с невидимым врагом с болезнью человек тем скорее выигрывает схватку с врагом, чем быстрее распознаёт его в лицо. Тольяттинский медгард принял первого пациента в мае 2012 года. Сегодня это одна из семи клиник-сети, работающей в шести городах Приволжского федерального округа. В многопрофильном лечебно-диагностическом комплексе ведут приём врачи 20 различных специальностей. Среди них Ирина Дмитриевна Чернышёва, невролог, врач высшей квалификационной категории. В профессии без малого 30 лет, и почти 20 из них совмещают работу по двум специальностям – неврология и функциональная диагностика. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Что вас беспокоит? Имеет пальцы на правой руке. Когда это чаще бывает днём, ночью? Ночью. Мы выбираем обследование. Это электродиагностика. То есть здесь по нерву наносятся небольшие импульсы. И мы будем смотреть, как работают ваши нервы. Так, у нас не имеет правая рука. Значит, соответственно, мы электроды наносим на правую руку. Ставится электрод, который нам нужен. Всё равно проверим ваш запястный канал. Сюда электродик. Сюда нажимаю на кнопочку на компьютере, происходит небольшой разряд. Я разряд маленький поставлю, поэтому не бойтесь. Немножко стрельнёт. Мы его фиксируем, отмечаем, где это у нас точечка. То есть наносится небольшим маркером отметочка. Дальше проводится связанная проба. Сейчас с этой точечки немножко, несколько раз импульс, пальчики подёргаются. Не напрягайте ручку. Хорошо. Достаточно. Это электронейромиография. Современный доступный метод диагностики заболеваний спинного мозга, периферических нервов и скелетных мышц. Электронейромиография – это не одна какая-то методика. Это целый комплекс методик, которые позволяют исследовать состояние нервно-мышечной системы человека с помощью регистрации и последующего анализа электрической активности нервов и мышц. Проще сказать, это электродиагностика периферической нервной системы и мышц. В электронейромиографии используются различные методики для исследования нервов электронейрография. То есть там проводятся стимуляционные методики, где по ходу нерва наносятся небольшие электрические импульсы и регистрируют соответственно нервируемые мышцы. И непосредственно электромиография, когда исследуются мышцы, они могут исследоваться с помощью поверхностных электродов или игольчатых электродов. То есть с помощью специального игольчатого электрода, который вводится в мышцу, регистрируется непосредственно электрическая активность мышц. В нервно-мышечной системе есть такое понятие, как двигательная единица. Она включает в себя двигательную клетку спинного мозга, мотонейрон, потом нервные волокна, которые отходят от этого нейрона, аксоны, которые формируют нервные корешки, сплетение нервы, потом зону перехода от нерва к мышце, которая называется нервно-мышечный синапс, и непосредственно мышцы. То есть весь этот отрезок называется двигательная единица. То есть электронейромиография как раз и исследует эту работу двигательных единиц. То есть мы можем определить непосредственно уровень поражения двигательной единицы, то есть это мотонейрон, корешок, сплетение, нерв, синапс или мышца. Потом распространение процесса, или локальное поражение, или генерализованное поражение. Степень выраженности нарушений от легкой до выраженной. И характер нарушений. Есть такие понятия, как аксональное, доминизирующее, прессинаптическое, постсинаптическое поражение. Это больше уже такие медицинские термины, которые больше понятны, конечно, врачам. Процедура проводится с помощью электромиографа, аппарата, который фиксирует скорость прохождения импульса по нейроволокнам. Данные регистрируются и обрабатываются компьютером. И позволяют врачу определять пораженные участки нервно-мышечной ткани, поскольку при травмах и системных заболеваниях процесс проведения импульса в них нарушен. Скорость передачи снижена. Страдают и функции периферических нервов. Таким образом, полученные данные позволяют оперативно уточнить или установить диагноз и назначить необходимое лечение. Я работаю на отечественном аппарате нейро-МВП-4. Производство нейрософт, город Иваново. С помощью этого аппарата можно проводить все нужные методики обследования. На электромиографию направляют хирурги, неврологи, травматологи, ортопеды, ревматологи и врачи других специальностей. Поводом для этого могут стать мышечные боли, спазмы, травмы, ушибы, судороги, слабость в руках и ногах, а также серьезные заболевания, влияющие на работу мозга, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и другие. Периферические нервы могут поражаться в результате травм, например, перелома костей или воспалительных заболеваний, когда развивается полинаэропатия, например. Системные заболевания, когда развивается полимиозит, например. Есть наследственная группа заболеваний, очень большая, которая может поражать и клетки спинного мозга, и нервы, и мышцы. Это очень большая группа заболеваний. Выраженных противопоказаний нет. Только единственное с осторожностью людям с эпилепсией, с психическими заболеваниями. И вот даже нет противопоказаний при установленном кардиостимуляторе. Это единственное, что пациент должен предупредить врача. Там избегаются стимуляционные методики в области грудной клетки. Электромиография – безопасная процедура, которая проводится и детям, и взрослым. Осторожно, жара! Солнце в эти дни разогревает город до плюс 36 градусов. Гидромедцентры утверждают, что в нашем регионе в июле температурные показатели будут превышать обычные на 5 градусов. В эту погоду нужно соблюдать осторожность. Как спасти себя от жары – в нашем сюжете. Перегрелись. Всего лишь несколько делений вверх для термометра и кардинальный иной режим для любого жителя средней полосы России. Тема горячих дней раскаляет разговоры. Коллеги по офисам выясняют комфортные настройки кондиционеров. Пассажиры общественного транспорта ищут лучшие способы проветривания салонов автобусов и маршрутных такси. Дачники рассказывают о буднях спасения будущего выражая от палящего солнца. Прохожие выступают против пекла облегченными нарядами, мороженым и прохладительными напитками. Для отдыха выбирают места у воды. Однако высокие температуры солнца требуют куда более серьезного внимания к своему самочувствию. При температуре окружающей среды выше 35 градусов нарушаются механизмы терморегуляции. Итальятинцы буквально ощущают это на себе. Медики отмечают в группе риска пожилые, люди с хроническими заболеваниями, дети и беременные женщины. Им советуют, есть ли такая возможность, оставаться в жарке часы дома. Молодежь, как неудивительно, врачи тоже отнесли к тем, кто в опасности. Из-за любви к загару рак кожи выходит на первое место среди онкологических заболеваний. Наталья Яшина, заведующая отделением медицинской профилактики 3-й клинической поликлиники, нам рассказала о том, как спасти свое здоровье в жаркий период. Жара, конечно, приносит нам много бед и может принести всякие осложнения. Поэтому для того, чтобы полегче перенести жару, необходимо просто соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, это надо выбирать время для прогулок. То есть стараться не пребывать на солнце в период с 11 до 16. Нам необходимо выбирать одежду. Одежда должна быть свободного покроя и светлых тонов. Также желательно, конечно, из натуральных материалов тканей. Это хлопок, лен. Ну, на голову, значит, необходимо использовать или шляпу, панаму, или кепку. Кожа является на сегодняшний день, вот в период жары, является вторым органом дыхания. Поэтому чаще принимать душ. Но душ должен быть прохладный, но ни в коем случае не ледяной водой. Если принимать ледяной водой, то это ведет к осложнениям, это может привести к вниманию и заболеваниям сердца. Необходимо больше употреблять жидкости. Жидкость, значит, должна быть или это простая вода, без газа, травяные отвары или несладкий фруктовый компот. Ни в коем случае, значит, сладкие вот эти напитки, чай, кофе. Все это в жаркую погоду нежелательно. Категорически запрещается, значит, употребление алкоголя. Необходимо также в этот период сместить свой рацион овощи, фрукты, рыба и кисломолочные продукты. Также необходимо снизить физическую нагрузку. Если эта работа, как говорится, связана с физическими нагрузками, то желательно осуществлять ее, когда вот в этот период, как говорится, в утренние часы или в вечерние, когда температура незначительно, в общем-то, снизится. Даже категорически запрещается заниматься спортом. Кондиционеры, они тоже несут, стоят в себе опасность. Ни в коем случае не нужно стоять под кондиционером, так как они могут привести к простудным заболеваниям, кашлю, насморку. Но еще есть другая опасность. Это когда фильтры несвоевременно очищаются, то там скапливается очень большое количество бактерий, что может привести к определенным осложнениям. Лица, имеющие любые хронические заболевания, необходимо соблюдать режим, а также прием лекарственных препаратов, которые были, в общем-то, рекомендованы лечащими докторами. Если вдруг человеку становится плохо, но тут появляются определенные симптомы, это тошнота, головная боль, разбитость, слабость, то необходимо или самому, значит, это, если стало плохо, или человеку рядом, значит, то необходимо ввести в тень. Если есть, значит, возможность его умыть холодной водой, дать обильное питье и обмотать голову или шею мокрой тканью. Если человек через какой-то период не становится лучше, ну, то есть симптомы нарастают, потому что здесь может возникнуть и потеря сознания, и судороги, то тогда необходимо вызывать скорую помощь. На сегодня все. Надеюсь, вы получили интересную, а главное, полезную для себя информацию. Берегите себя. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин